МИЛА НАУРУСОВА Вопросы о COVID-19 на этой неделе, о начавших своих работах в амбулаторных центрах, приобретении машин скорой помощи или карт, поступивших в регион для больных коварным вирусом. Подробнее в нашем эфире. Генеральный план касается всего города. Здесь мы как раз проектируем трамвайную линию, которая от красных зорь пойдет на Добайскую. Один из самых динамично развивающихся микрорайонов на этой неделе посетил мэр Евгений Первышев. Какие вопросы и решения были озвучены? Для самых маленьких и не только. Социальная инфраструктура города продолжает прирастать школами и детскими садами. Сколько новых учреждений построят в Краснодаре в ближайшие два десятилетия? А какие примут ребятишек уже в следующем году? Узнаете в нашем специальном репортаже. Самый трогательный праздник. Мама, я понимаю, что ты всегда будешь меня считать ребенком, несмотря на мой двухметровый рост, но я уже вырос, мама, люблю тебя. Поздравляем в эфире самых важных людей в нашей жизни, любимых мам. По-прежнему главной темой на повестке остается борьба с ковидом. Мы уже не раз говорили о том, что своевременное выявление коварной болезни дает возможность без осложнений справиться с вирусом. Теперь краснодарцы с подозрением на коронавирус могут пройти обследование и определить свой ковид-статус в любое время суток. Три амбулаторных центра заработали на базе городских поликлиник номер 7, 15 и 25. Медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме, а для посетителей центров диагностики в каждом из них открыт отдельный вход. Врачи, рентгенологи и лаборанты дежурят в две смены с 8 до 8. Но медики предупреждают, делать компьютерную томографию легких необходимо только после соответствующего направления специалиста. КТ нужно проводить четко по показаниям, потому что большая лучевая нагрузка. Сейчас достаточно сложно выявляется ковид-19, потому что мутируется. Если сравнивать первую волну, которая у нас была, она очень сильно отличается от предыдущей, что сейчас мы видим. Клинически они все схожи, но нам в помощь – это в первую очередь консультация терапевта и в соответствии с показаниями КТ. Амбулаторные центры делятся на две зоны – чистую и грязную. В первой находится отдельный вход для сотрудников – гардероб, комната приема пищи, помещение для переодевания в защитный костюм. В грязной, кроме кабинета диагностики, есть место для поступающих пациентов и зона ожидания. Дезинфицируют помещение каждые 4-6 часов – в начале и в конце смены. Что касается лабораторно подтвержденных случаев ковид-19, то с 23 по 27 ноября в городе выявлено 296 положительных тестов. В край эта цифра в несколько раз больше – 847 инфицированных. За весь период пандемии, а это чуть больше восьми месяцев, заболели более 21,5 тысяч кубанцев. 579 жителей региона спасти не удалось. Чтобы помощь была оказана своевременно, на Кубани уже начали бесплатно выдавать лекарства больным коронавирусом. Но только тем, кому медики прописали амбулаторное лечение. На это из федерального бюджета в регион направлено более 200 миллионов рублей. В край уже поступила первая партия препаратов. Это противовирусные, антитромботические, лекарственные средства и антибиотики, рекомендованные Минздравом России. Препараты распределяются во все поликлиники. Еще более 200 миллионов выделено Краснодарскому краю на закупку 60 машин скорой помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного новосовета по борьбе с коронавирусом. Напомним, с такой просьбой главе Кабмина в сентябре этого года обратился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На прошлой неделе на совещании у президента, где обсуждались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, была затронута тема нехватки машин скорой помощи в регионах. Правительство ранее направило 10 миллиардов рублей, в том числе, чтобы можно было максимально оперативно закупить дополнительный транспорт. Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 миллиона рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края. Предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов российских... Также до конца года региональные власти планируют приобрести 60 автомобилей для участковых врачей по поручению Вениамина Кондратьева. На их покупку будут выделены 50 миллионов рублей из резервного фонда. На всех уровнях, от муниципального до федерального, власти всеми возможными способами борются с коварным вирусом. В наших силах помочь им. Начните думать о своем здоровье, старайтесь не заболеть. Если ковид коснется кого-то из вас или ваших родных, будет поздно вспоминать призывы соблюдать меры безопасности, чтобы сберечь себя и окружающих, и, как следствие, силы кубанских врачей. А ведь эти герои в белых халатах, как никто другой, заслуживают слова благодарности, уважения и почет. Память об их самоотверженном труде Центральный банк России увековечил в монетах. 5 миллионов 25-рублевых экземпляров разойдутся по всей России. У любого из нас сможет появиться маленькое металлическое напоминание о тех, кто спасал наши жизни, рискуя своей. На монетах в честь врачей изображены два медицинских работника – женщина и мужчина. Они в защитных костюмах с реанимационными чемоданами. На заднем фоне – здание медучреждения и карета скорой помощи. Думаю, эти монеты хоть и являются средством платежа, но большинство из них останутся у благодарных пациентов и тех, кому повезло не заболеть. Здоровье людей важно, и сохранять его во многом помогают зеленые насаждения. Поэтому беречь их – одна из приоритетных задач как городских, так и краевых властей. Что делается для сохранения лесов на Кубани? Все точки в этом вопросе на рабочей неделе расставил губернатор. В Край демонтируют каждую незаконную постройку в лесном фонде. К работе подключилась и прокуратура. Где уже разобрали элитные особняки и кому надо готовиться к проверкам? Узнайте прямо сейчас в нашем материале. Перед самым началом облета на столе у губернатора можно заметить документы, где четко указано, где и как застроены лесные массивы. Больше всего красных точек отмечено в Геленджике и Новороссийске. Ситуацию в этих приморских городах чуть позже. Глава Кубани оценивает уже с воздуха вместе с прокурором Края. Совещание по застройке лесных массивов уже проходило в Новороссийске ровно год назад. Уже на сегодняшней встрече у Немин Кондратьев сразу обозначает, что хочет услышать о конкретных результатах проделанной работы. Кто-то хочет поселиться так, построить особняк, чтобы вот эти вот красоты лесного фонда, они были прямо из окна. Ну подождите, еще раз подчеркиваю, лесной фонд и красоты, которые мы с вами видим, они принадлежат всей стране, всем отдыхающим. И мы должны максимально сделать все, чтобы они и принадлежали нашей стране и всем жителям нашей страны. А не просто кому-то, кто залез в лесной фонд самовольно, построил особнячок и потом еще никого не пускает на эту территорию, оградив ее просто в лесном фонде. Вот мы сейчас на вертолете пролетели, Сергей Владимирович не доложил о том, что сносы уже начались. Но я бы хотел, чтобы они активно начались сносы. Активно. Потому что они уверены в том, что их особняк, который стоит в одном из красивых мест нашего Черноморского побережья, останется нетронутым. А почему у них такая уверенность? У меня вопрос возникает. И все, куда ни посмотришь, везде какие-то договоренности, мягко говоря. Только кто выигрывает от этих договоренностей? Кто? Жители края не выигрывают, отдыхающие со всей страны не выигрывают. Потому что вот эти вот паразиты, иначе не скажешь, которые заползают в лесной фонд и строят свои соблюги, они просто уродуют уникальную природу нашего региона. Не замалчивайте проблемы. Раз в месяц вы должны говорить. Сегодня существуют проблемы подложных экспертиз, переводы земель и сельхозназначения, вырубки лесов, невозможности сноса, препятствия судебным приставам к сносу этих строений, вывозу мусора и тому подобное. Не замалчивайте. Проблем будет очень много. Вы их не замалчивайте. Их нужно решать в свое время. Цифра, которая не может не радовать. Снесено в три раза больше построек, чем за предыдущие шесть лет. За год краевые власти создали реестр незаконных строений в лесном фонде. В нем сейчас порядка трехсот объектов. По каждому из них будут добиваться в судах решения о сносе. В Туапсинском районе сразу по нескольким жилым домам сейчас ведется судебная экспертиза. Особенно предприимчивые вызвели их, пожалуй, на самых живописных местах посреди леса у моря, решив, что им все дозволено. Были выявлены многочисленные нарушения в части строительства объектов капитального строительства, наличие бетонных сооружений, берегоукрепления и так далее. По всем указанным фактам в рамках проводимой проверки специалистами краевого БТИД даны заключения о капитальности объектов. Организована судебно-претензионная работа. Борьба с коммерсантами, которые не знают границ, стала во многом жестче благодаря правоохранителям. Добиться определенных положительных результатов помогла прокуратура края. Сергей Иванович, хотелось бы вас благодарить как прокурора края за позицию, потому что, благодаря вашей позиции, мы сегодня что-то начали сдвигать с мертвой точки, потому что уверенность этих «правообладателей», этих особнячков, она на самом деле была стойкой. А сегодня позиция прокурора края, позиция власти в целом, она вызывает волнение. Но я бы хотел, чтобы все-таки эти особнячки просто были снесены. Они просто там вне закона. Вне закона. И закон должен восторжествовать. Никому не позволено обходить закон и строить там, где им захочется. Именно поэтому работа краевой межведомственной комиссии будет продолжена. Порой, взяв участок в аренду, например, под рекреацию, люди решают возводить жилой или гостевой дом. Если давая участок лесного фонда в таком красивом месте, мы уже изначально должны понимать, что, конечно, руки будут чесаться, там что-то построить. Тогда не нужно подвергать людей соблазну. Не нужно. Оставим лесной фонд. В целом, таким может быть, дай бог, не тронутым. Поэтому не нужно. Не нужно. Не будет проблемы, если мы прекратим этот вал при доставлении лесного фонда в аренду. Продолжится в крае проверки лесничеств. Так, в Геленджике межведомственная группа выявила 16 нелегальных строений, из-за чего был уволен директор местного лесничества. Губернатор отметил, что дисциплинарные меры должны быть применены и к чиновникам, допустившим нарушения. Тихие решения и серые схемы должны остаться в прошлом. Лишиться своих должностей должны идти чиновники, которые пособничали вот этой вакханалии. Вот это точно. Это моя принципиальная позиция. Чтобы им было больше неповадно делать то, что явно никому не нужно. Это вот эти договорные и тихие решения, и схемы. Вот эти вот создатели возможностей должны точно искать себе другое место работы. И по каждому случаю к концу года мне доложите, как и что получилось. Чтобы остановить такую бессовестную застройку в зеленых массивах, все муниципалитеты края должны внести изменения в генпланы, исключив из границ населенных пунктов земли лесного фонда. Такое поручение главам районов губернатор дал еще в марте этого года. Расширяться за счет лесов просто недопустимо. В немин Кондратьев поставил задачу проконтролировать эту работу главному архитектору края. Я обращаюсь к коллегам глава муниципальных образований, особенно наших курортных муниципалитетов. Корректируйте генпланы своих муниципальных образований так, чтобы лесной фонд вышел, еще раз подчеркиваю, из границ поселений. Нам не нужно, чтобы поселения разрастались вширь, а кто-то предоставлял потом участки лесного фонда под прикрытием того, что это уже земля поселений. И плевать, что она где-то находится под деревьями вековыми. Не нужно нам это делать, нам нужно лесной фонд сохранить. Поэтому, Илья Владимирович Позняков, усилите корректировку генеральных планов муниципальных образований, где были расширены границы, и в них включены большие массивы лесного фонда, чтобы с сегодняшней даты никто никакие участки никому не предоставил. Понятно? В лесном фонде. Даже если сегодня это границы поселений, скорректируйте. Это ваше персональное поручение, и в конце следующего года мне об этом доложите. Только в Новороссийске, Горячем Ключе, Геленджике, Туапсинском и Северском районах 6,5 тысяч лесных участков вошли в границы населенных пунктов. На некоторых из них уже ведется застройка. Именно поэтому корректировки в генпланы нужно наносить как можно скорее, чтобы не дать даже повода коммерсантам посмотреть в сторону леса и моря. Какие еще вопросы были подняты Вениамином Кондратьевым? Какие важные события произошли в регионе за прошедшие пять дней? Разберем их подробно в следующем дайджесте. На встрече с журналистами глава Кубани рассказал, что зимний отдых на курортах Краснодарского края будет организован с соблюдением антиковидных норм. Прежде всего, меры безопасности усилят в горном кластере Сочи. На новогодние праздники там уже забронировано почти 90% номеров. Ожидается порядка 300 тысяч человек. На его территории будут работать три лаборатории для тестирования на COVID-19. Гости курорта смогут сдать анализ при малейших признаках инфекции. Если она подтвердится, медики оперативно окажут необходимую помощь. Всех туристов, пребывающих на курорты Краснодарского края, Вениамин Кондратьев попросил отнестись с пониманием к вводимым правилам ради своего же здоровья. Краснодарский край получил больше 2,5 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов бюджета из-за пандемии. Распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Средства направят на выполнение ранее утвержденных расходов, отметил глава региона. Это уже третий транш дотаций. До этого региону было выделено больше 11,5 миллиардов рублей на возмещение снизившихся налоговых и неналоговых доходов. Это позволило своевременно выполнить госпрограммы в крае, а также направить деньги на развитие системы здравоохранения и меры социальной поддержки жителей региона. В Краснодарском крае продолжают работу по постановке на учет земельных участков и объектов недвижимости. По этому вопросу губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание с региональным управлением Росреестра. Утверждена дорожная карта по наполнению необходимыми сведениями Единого государственного реестра недвижимости. В нем уже отражены границы 83% муниципалитетов, а также составлен перечень земель с разрешенными категориями использования. Например, с данными о том, где могут находиться только зоны жилой постройки или места, отведенные под парки и скверы. Проект главного финансового документа региона на будущий год приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания края. В очередной сессии, прошедшей в онлайн-формате, принял участие глава Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что, несмотря на сложности для экономики, ни одна статья в краевой казне не сокращена. Почти 214 миллиардов рублей нового бюджета пойдет на социальную сферу. 57 миллиардов рублей будет направлено на материнский капитал, пособия на детей, компенсацию оплаты коммунальных услуг, льготы ветеранам. С 1 января будущего года ряд соцвыплат будет проиндексирован на 3,7%. Больше 35 миллиардов рублей в будущем бюджете предусмотрено на строительство и реконструкцию крупных детских садов, школ, больниц и коммунальных сетей. От краевой повестки к городской развивать район согласно плану. Генеральному плану Краснодара продолжает краевая столица. На этой неделе Евгений Первышев встретился с жителями Восточно-Кругляковского микрорайона и активистами. Какие изменения здесь возможны и чего ждать в ближайшие годы, узнаем далее. Восточно-Кругляковский микрорайон довольно молодой, но уже густонаселенный. В свое время он активно, но не всегда системно застраивался. Не везде были заложены основы под развитие транспортной инфраструктуры. У людей накопилось много вопросов и пожеланий. И их необходимо учитывать и соотносить с новым генпланом города. Один из приоритетных микрорайонов в части развития и реализации дорожно-транспортных проектов это микрорайон Восточно-Кругляковский. И здесь уже нами выполнена достаточно большая работа именно в проектном исполнении. Это приоритеты, которые мы расставляли на встречах с жителями. Расширение 40 лет победы. Это Черкасская, это Домбайская. Это три улицы, которые уже запроектированы, по которым на сегодняшний день проектно-осметная документация есть. Сейчас я занимаюсь непосредственно поиском финансирования. Также расширение коснется Александровской, на углу Черкасской и Восточно-Кругляковской появится двойной регулируемый перекресток. На встрече затронули и тему трамвайной ветки. По плану она продолжится по улице Дачной с выходом на Восточно-Кругляковскую, далее вдоль ЖК «Панорама» до 40-летия Победы, затем по ней до Героев-разведчиков и до Домбайской. Здесь мы как раз проектируем трамвайную линию, которая от «Красных зорь» пойдет на Добайскую. Вот если трамвайную линию мы в следующем году начинаем по Московской, это 2021 год, в 2022 год мы должны будем уже начинать строительство этой трамвайной линии. И мы успеваем, у нас все к этому идет. И это лишь начало, параллельно объяснил Евгений Первишов. Идет большая совместная работа с администрацией Краснодарского края по строительству транспортного коридора по улице Тихорецкой. Он серьезно улучшит ситуацию в этом микрорайоне. Большая работа, которая находится на личном контроле губернатора, это Тихорецкий, это М4ДОН, это широкополосная новая магистраль, которая в том числе, она все-таки будет у нас в дальнейшем иметь в районе Володарского, Лизычайкина, она будет иметь выходы на Шевченко, а оттуда уже на Новороссийскую. То есть это еще одна логистическая оси. Глава напомнил, что все это дорогие для города проекты. Но благодаря краевой поддержке, а также за счет выпуска инфраструктурных облигаций, который сейчас прорабатывается, процесс реализации всех планов по развитию района ускорится. Напомним, подобные встречи с жителями Евгений Первышев проводит регулярно. Сегодня общение получилось продуктивным. Активисты высказали свои пожелания по поводу развития микрорайона, и они будут учтены в соответствии с генеральным планом Краснодара. Алексей Тимовский, Анна Володина, Алексей Попов, Александр Сенников, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Сложно устать рассказывать об этом, поэтому делаю это с удовольствием. Новые детские сады и школы Краснодара. Их сдают, строят, начинают возводить и проектируют следующие. Процесс идет без остановки в разных округах краевой столицы. Сегодня наше внимание направлено на Карасунский. Чем там строители порадуют детей и родителей, смотрите через секунду. Новый корпус 86-й школы станет самостоятельным учебным заведением для начальных классов. 250 детей сядут за его парты. Пока подрядчик готовит котлован для будущего здания. Его возводят в рамках нацпроекта «Образование». Струйплощадку посетил глава Краснодара Евгений Первышев. Это не типовой проект, это новое абсолютно решение, потому что каждому земельному участку приходится разрабатывать новую проектно-смертную документацию. Но, тем не менее, практика уже сложилась достаточно у нас хорошая. Строительство полноценных корпусов, которые включают в себя абсолютно полный набор необходимых кабинетов, помещений для того, чтобы мы полноценно проводили образовательный процесс. Трехэтажный корпус снизит нагрузку на него. В новом здании, помимо учебных кабинетов, заработают пищеблок, библиотека, спортивный и актовый залы. Последний очень ждут и дети, и взрослые. Мы очень рады, что наконец-то у нас будет актовый зал, потому что большие праздники мы проводили в стенах ДК нашего. В школе 32 учебных класса, конечно, не помещаемся, несмотря на то, что два здания, классы переполнены, поэтому у нас большая радость, что в середине ноября началась Великая стройка. Завершить ее планируется до конца 2021 года. В этом же Карасунском округе, но уже северо-восточнее, в поселке Знаменском, растет большой район. Многоквартирные дома здесь строят одновременно с социальными объектами. Такую задачу по комплексному развитию краевой столицы поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Детский сад в поселке Знаменском будет готов в третьем квартале следующего года. 250 ребят смогут посещать учреждение. Оно расположено на территории нового жилого комплекса. Строительную площадку посетил глава Краснодара Евгений Первышев. Это один из правильных примеров строительства микрорайона, когда одномоментно строятся и социальные объекты, в том числе. Вот мы видим уже в рамках программы «Демография» у нас реализуется проект на 250 мест детско-дошкольного учреждения. Будут дополнительные детские дошкольные учреждения. Ну и строительство уже непосредственно общеобразовательной школы, для того, чтобы жители, которые будут жить в этом микрорайоне в шаговой доступности, имели все социальные объекты. Также в микрорайоне построят еще два детсада на 250 и 380 мест и школу на 1550 учеников. Ее проект уже разработан, он прошел государственную экспертизу. Пока в поселке Знаменском работает одно дошкольное учреждение. Рассчитанный на 196 воспитанников сад посещает в полтора раза больше детей. Сейчас в разных районах Краснодара одновременно строят семь детских садов. Анна Володина, Виталий Молчанов, телекомпания «Краснодар». Решение важных и актуальных вопросов было на повестке недели и у депутатов Гордумы Краснодара. Среди них гравийные дороги, приобретение спецтехники для их ремонта, а также вопросы по уличному освещению краевой столицы. О чем еще говорили на совещании, расскажем прямо сейчас. Для краевой столицы планируют приобрести дорожную технику для ремонта гравийных дорог. Ежегодно на содержание гравийного покрытия в Краснодаре тратится в среднем 70 миллионов рублей. И в случае увеличения финансирования работы будут выполнены в полном объеме. У нас в городе Краснодаре 1760 километров дорог местного значения. 967 километров в асфальтово-бетонном покрытии, 704 в гравийном покрытии, 65 в грунтовой дороге, то есть самые разные покрытия. Поэтому приобрести технику для грядирования в Карасунском и Прикубанском округах, наверное, необходимо, потому что больше всех гравийных дорог именно в этих округах. В полном совещании мы обсуждали вопрос создания собственной службы в городе для содержания гравийных дорог. И все коллеги-депутаты поддержали в том, что это необходимо. Почему? Потому что немножко добавив денег, мы сможем содержать все дороги гравийные в городе Краснодаре в надлежащем состоянии. Кроме того, парламентарии рассмотрели вопрос о строительстве, реконструкции, восстановлении сетей уличного освещения в Краснодаре, а также о состоянии, перспективах развития и ремонте уличнодорожной сети в микрорайоне Молодежный и поселке Березовый. Оксана Яхимович, Алексей Товстенко, Павел Сагайдак и Александр Сенников. Телекомпания «Краснодар». Прямо сейчас мы прервемся на рекламу. Она будет короткой. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на главном городском. Для самых маленьких и не только. Социальная инфраструктура города продолжает прирастать школами и детскими садами. Сколько новых учреждений построят в Краснодаре в ближайшие два десятилетия? А какие примут ребятишек уже в следующем году? Узнайте в нашем специальном репортаже. О строительстве социальных объектов в краевой столице, дезинфекции города и о многом другом расскажем в нашем дайджесте. Самый трогательный праздник. Мама, я понимаю, что ты всегда будешь меня считать ребенком, несмотря на мой двухметровый рост, но я уже вырос, мама, люблю тебя. Поздравляем в эфире самых важных людей в нашей жизни, любимых мам. Это неделя в Краснодаре. Итоговый выпуск самых важных новостей, прошедшие пятидневки. Мы продолжаем. На съезде фермеров Кубани в пятницу обсудили итоги сельскохозяйственного года и меры господдержки. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Подробности прямо сейчас. Кажется, этот год мог сломить любого агрария. Их урожаем угрожали возвратные заморозки и засуха. Поддержкой субсидий для них явно будут не лишними. Средства на будущий год краевые власти уже предусмотрели. Меры государственной поддержки фермеров на следующий год сохранены в том же объеме, в том же, как и в этом. 1,8 миллиардов рублей. Это только фермерам. А в целом объем агропромышленного комплекса края. 7,4 миллиарда рублей. Мы понимаем, что сегодня нужно селянам продолжаться. А все то, что мы обещали, обещали того, чтобы вы на самом деле развивались. И вы начали развиваться, еще раз подчеркиваю. Вы продолжили. Вот что сегодня очень важно. А, конечно, абсолютно согласен. Без тех мер государственной поддержки фермеров, которые в крае существуют, дальнейшее развитие невозможно. И только при сохранении мер государственной поддержки вы продолжите развитие. Даже в этих условиях. В Краснодарском крае более 14 тысяч фермеров и свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Такого количества нет ни в одном регионе России. Только в этом году они собрали треть урожая зерновых и зернобобов в крае. А это около 4 миллионов тонн. А также 380 тысяч тонн овощей. Это больше половины от общего объема. Но чтобы и дальше сохранять стабильность аграриям, необходимо объединяться сельхозкооперативы. И чтобы быть на плаву, конечно, нужно объединяться. Конечно, кооперативы. И хотя бы для того, чтобы уходить от сырья и приходить к переработке. Кооператив – это возможность переработки. Это опять вовлечение новых селян в этот процесс. Это расширение в целом самих кооперативов. И, естественно, налоги для муниципальных образований, да и для края не лишние. Поэтому что здесь нужно, конечно, объединяться для того, чтобы системно, ежедневно поставлять вот ту продукцию, которая вкусная, качественная продукция, но ежедневно поставлять в торговую сеть. Без этого торговая сеть не будет работать с отдельным фермером. Подумайте, здесь очень серьезный задел, чтобы как объединить настолько серьезно для того, чтобы по определенным фермерским брендам выдать продукцию. И здесь мы уже постараемся сделать так, чтобы эта продукция при условии, что этот мега-кооператив ее будет ежедневно поставлять на полку магазина. И это, конечно, гарантия системного сбыта продукции фермеров. Возможности, которые открываются при объединении в кооперативы, оценили и сами фермеры. Так, край является единственным регионом в стране, который возмещает начинающим кооперативам 90% затрат на приобретение оборудования для сельхозпереработки. За три года было создано в крае 99 новых кооперативов. Из них 21 получили грантовую поддержку на общую сумму 510 миллионов рублей. А всего на грантовую поддержку действующих и начинающих кооперативов было выделено 1 миллиард 177 миллионов рублей. Значимая сумма. Объединившись в кооператив, фермерам будет гораздо легче выйти на внутренний рынок, в частности на предприятии санаторно-курортной отрасли, чтобы свежая продукция всегда радовала гостей в гостиницах и отелях кубанских курортов. Отдельные фермеры попросту не потянут системную поставку продуктов в нужном объеме, а кооперативам это как раз по силам. У нас огромная ниша в том, что продукция на наши курорты. Ну хватит уже отдавать продукты питания непонятно откуда привезенным. Мы сегодня сами можем формировать продуктовую корзину и выходить на наши санатории, наши здравницы, отели. Просто этим нужно заняться. Что там будет? Молоко в этой корзине. Что там будет? Масло. Молочка чья там. Мясо чья там будет? Хлебушек там откуда будет? И вот эта ниша у нас выпала как-то. Поэтому настало время нам заглянуть в продуктовую корзину операторов, которые максимально ее поставляют на наше Черноморское побережье. Поэтому, Андрей Николаевич, я уже поручение дал. Возьмите, вы же здесь выгодополучатель. Если мы сегодня максимально войдем в соглашение с этими операторами, значит, это еще дополнительно рынок сбыта, который сегодня нами не охвачен. В ходе съезда фермеров в Кубани участники также утвердили нового председателя Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции края. Им стал Александр Шипулин. О том, какие школы и детские сады прямо сейчас строятся в нашем городе, мы рассказывали в первой части выпуска. Но социальные объекты возводятся в большом количестве во многих частях города. Работа идет чуть ли не круглые сутки и продолжается уже много лет подряд. Все труды направлены на то, чтобы избавиться от дефицита социальных объектов в краевой столице. Но какие причины возникновения проблемы и сможет ли город улучшить ситуацию, выяснял Денис Сенькин. Школа на улице Байбакова открыла свои двери 1 сентября прошлого года. Радостное событие для мальчишек и девчонок, а больше для их родителей. Казалось бы, учебный корпус должен был разрядить напряженную обстановку московского микрорайона. По проекту школа рассчитана на 1550 ребят. Но с каждым годом желающих сесть за парты становится только больше. Одна из причин – большая любовь граждан России к южным краям в целом и к нашему городу в частности. В столицу Кубани на ПМЖ ежегодно переезжают несколько десятков тысяч человек. Естественно, нагрузка на дороги, жилье, поликлиники, школы и детские сады вырастает многократно. На каком-то этапе постсоциалистического развития нашего общества коммерческая составляющая преобладала. Когда строили жилые комплексы, не обращая внимания на то, что куда будут дети ходить, а где будут жители. Ведь эти жилые комплексы заселяются не только жителями города Краснодара или края. У нас же очень большое количество приезжих, а для них нужно новые рабочие места стазывать. То есть не только школы, детские сады, поликлиники и больницы. Существующих соцобъектов хватало до поры до времени. Когда спохватились, было уже поздно. Теперь же, чтобы построить хотя бы одну школу или детский сад, потребуется немало вложений, не только денежных. Проектирование детских садов и школ – гораздо более сложный процесс, нежели жилые дома. Изменяются требования, добавляются новые требования, к примеру, как вентиляция школьных помещений. Я думаю, что вот эта вся ситуация ковидная, она потребует еще более жестких требований к этим всем помещениям. И требования к участку очень жесткие. Школы, детские сады требуют очень такой серьезной, строгой инсоляции помещений. Здесь нельзя на север их разместить или еще как-то. Очень жесткие требования к технологии пищеблоков. Процедура согласования и прохождения экспертизы, согласования в различных министерствах, школ и детских садов гораздо сложнее. Другой фактор дефицита социальных объектов – это точечная или коммерческая застройка, которую практиковали в городе еще три года назад. Раньше любой свободный гектар земли тут же становился добычей не всегда порядочных застройщиков. Не были прописаны жесткие правила, кто может заниматься проектированием. И сейчас даже для того, чтобы разрабатывать градостоятельную документацию, не требуется, допустим, членство в саморегулируемой организации. Для того, чтобы запроектировать магазин, куда 50 человек может зайти, нужно быть членом саморегулируемой организации, нужно проходить экспертизу. Для того, чтобы запроектировать генеральный план любого поселения, начиная от мелкого хутора, станицы и заканчивая крупным городом, таким как Краснодар, нет жестких требований наличия специалистов в той или иной проектной организации. Сейчас многие явления прошлых лет постепенно уходят. Только вот наследство в виде жилых массивов без социальной инфраструктуры никуда не делось. А где взять землю под новые строения? Да, за городом она есть. Там можно даже не стесняться в своих желаниях. Например, на улице Конгрессной года через полтора появится не просто школа, а самая большая школа во всем Южном федеральном округе – на 1875 мест. И она уже готова наполовину. На Марины Цветаевой будет здание на 1100 мест. Столько же ребят вместит школа в поселке Знаменском. А вот что делать с той частью города, которая уже занята домами, магазинами и гаражами? Там тоже выход из ситуации нашли. На территориях уже давно существующих школ и гимназий начали пристраивать дополнительные учебные корпуса на 300-400 мест. Это существенная помощь в решении непростой ситуации. Три-четыре года назад у нас вообще не было никаких возможностей. Полное отсутствие земельных участков вообще в собственности муниципалитета для реализации проектов, для создания учебных помещений как школ, так и детских дошкольных учреждений, физкультурно-раздоровительных комплексов. То сегодня земельный банк муниципалитета, он очень большой. На сегодняшний день эта программа, она и дальше продолжается. У меня ряд соглашений сейчас в работе еще находятся. Вот по этим соглашениям 43 земельных участка уже на сегодняшний день переданы безвозмездно в муниципальную собственность. Общая площадь земельных участков, которые переданы под реализацию социальных проектов сегодня, 64 гектара. Это огромный, огромный объект. Плюс мы провели инвентаризацию собственных земель полностью по городу Краснодару. Общий запас земель где-то 100 земельных участков. То есть мы, я так скажу, на 5-7 лет вперед сегодня полностью обеспечены возможностью реализации социальных программ. Прямо сейчас одновременно шумит техника и суетятся рабочие еще на 16 строительных площадках. Возводится 9 школ на без малого 9 тысяч мест. Три из них ведут в эксплуатацию уже в этом году. Еще три откроются в следующем. Строится 7 детсадов на 1700 ребят. До конца 2020 года будут готовы два корпуса в 21-м 5. Кроме этого, в проекте находятся 17 школ на 17,5 тысяч мест и 19 дошкольных учреждений на 9 тысяч малышей. Более того, согласно расчетам, которые представили в этом году специалисты, в новом генеральном плане к 2040 году в Краевом центре необходимо будет построить пять сотен детсадов и две сотни школ. Цифры большие, но к тому времени и число жителей будет намного выше. То есть сокращение шкалосадовского дефицита в Краевой столице происходит. Но процесс этот не может быть быстрым. За четыре года, это опять же, такими темпами никогда социальная программа в городе не реализовывалась. За четыре года, буквально недавно, мы 1 сентября открыли школу еще на 1100 мест по улице Красных партизан, в жилом микрорайоне, новом развивающемся. Это получается 8 школ за четыре года. В Краснодаре налажена работа социального конвейера по строительству образовательных объектов. Для достижения цели поможет и законодательство. Со следующего года кубанским застройщикам не будут выдавать разрешение на строительство и на ввод здания в эксплуатацию, если в радиусе полукилометра от нового ЖК не будут заложены школа и детсад. Поможет ли это решить проблему? Возможно. Но точно не так стремительно, как хотелось бы. Но и Москва не сразу строилась. Подождем и мы. Денис Сенькин, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Как проходит строительство социальных объектов в краевой столице? Как дезинфицируют город? Как он развивается и благоустраивается? Согласитесь, мы с вами видим чаще всего, проходя или проезжая мимо. А мэр Краснодара Евгений Первышев лично следит за каждым из них, чтобы все работы были сделаны качественно и сданы в срок. Прямо сейчас наш традиционный обзор рабочих встреч и совещаний мэра Краснодара на этой неделе. Вместо старых гаражей на улице Яна Полуяна построили тротуар с велодорожкой. Новую плитку с бордюрами уложили от улицы Тургенева до Скрябина. В дальнейшем здесь высадят молодые деревья. Возможно, это будут сосны, как те, что на другой части тротуара. Такую практику продолжат и дальше. На всех муниципальных участках, освобожденных от старых конструкций, будут создавать скверы, бульвары и прогулочные зоны. В следующем году по плану должны стартовать работы по реконструкции проспекта имени Константина Образцова. Там приведут в порядок не только проезжую часть, но также обустроят тротуары с велодорожками. Почти все поставки дезинфицирующих средств для обработки общественных мест в Краевом центре осуществляет краснодарское предприятие «Флореаль». Оно работает на рынке почти 30 лет, но особенно востребованной его продукцией оказалась с начала пандемии. По сравнению с предыдущим годом, в этом объем выпускаемых антисептиков вырос более чем в два раза. Евгений Первышев обсудил с директором дальнейшее сотрудничество муниципалитета с научно-производственной компанией. Глава пообещал помочь с подбором земельного участка для нового производства. Евгений Первышев вместе с руководителем Центра управления регионом обсудил развитие системы «Безопасный Краснодар». Встреча прошла на базе компании «Ництехнологии». Она выпускает современные камеры видеонаблюдения и другие системы безопасности. Гостям показали уникальные разработки. Это оборудование собирают из компонентов, которые теперь производят здесь же. А еще год назад закупали за рубежом. Сейчас в Краевом Центре задействовано около 900 уличных камер. Этого количества мегаполису уже не хватает. Продуктивная работа этого предприятия сможет обеспечить потребности города в недостающих камерах видеонаблюдения. А сейчас о самом важном – о любви к нашим мамам. В последнее воскресенье ноября в нашей стране традиционно отмечают День Матери. И мы обязательно будем поздравлять всех, кого называют этим главным словом. Молодые, пожилые, будущие и те, у кого еще все впереди. Прямо сейчас хотим показать тех, кто не постеснялся на камеру обратиться к своим и ко всем мамочкам, чтобы сказать им самые важные слова. Мама, я понимаю, что ты всегда будешь меня считать ребенком, несмотря на мой двухметровый рост, но я уже вырос. Мама, люблю тебя, ценю, какая ты есть. Всех мам любите, звоните, не забывайте. Ведь это самый близкий человек для нас. Я не знаю, как описать мою любовь к моей матери. Мама для меня – это самый святой человек, который сделал для меня все, что можно. Всех мам хочу поздравить с этим днем, чтобы, самое главное, они жили прекрасно, ни в чем не нуждались, не болели, тем более во время вот этой пандемии. Поздравляю всех мам Кубани, всего мира и желаю, чтобы их дети приносили им только счастье, радость. Мамам вообще нужно поставить всем по памятнику, большое терпение, душевная любовь, что они дают. Пусть все мамы будут счастливы в этот день от своего статуса, как минимум. Мамы – это самые лучшие, кто есть на земле, да, мамы? Но мы их поздравляем всех, желаем им здоровья, рожайте еще детей, будьте мамами, оставайтесь красивыми, счастливыми. Мы очень их любим. Мы мам очень любим, правда? Очень-очень сильно их любим и очень уважаем. Мамочка, я люблю тебя. Эти слова заслуживают услышать каждое, в чем сердце теплится любовь к своему ребенку. В последнее воскресенье ноября мы все отмечаем прекрасный семейный праздник от своего лица и от лица моих коллег. Сотрудников телеканала «Краснодар» поздравляю вас с Днем Матери. Дорогие мамы, будьте здоровы, счастливы и радуйте нас, детей, своим присутствием в нашей жизни. На телеканале «Краснодар» был итоговый выпуск новостей «Неделя в Краснодаре» с Миланой Урусовой. Еще больше информации найдете на нашем сайте tv-краснодар.ру и на страничках в социальных сетях. На ютуб-канале «Ваш Краснодар» можете насладиться интересными авторскими проектами моих коллег. Я же ненадолго прощаю с вами. Увидимся скоро на главном городском.